Члены республиканского штаба за строительство АЭС посетили Бурабайский район. В ходе встречи с коллективом завода и предпринимательским сообществом были проведены выступления и диалоги формата «Вопрос-ответ». Интерес присутствующих вызвала тема влияния атомной энергии на развитие производства в Казахстане. Подробности расскажет наш корреспондент. Началась рабочая поездка членов штаба со встречи с коллективом товарищества «Азия Котломаш». Как отметили эксперты, если 10 лет назад Казахстан имел профицит электроэнергии и даже мог её экспортировать, на данный момент испытывается нехватка. Учитывая всемирный переход к альтернативным источникам и уходу от использования газа и угля, страна нуждается в стабильном ресурсе электричества, которым может стать АЭС. «Столкнулись с дефицитом, мы не можем нормально развивать нашу промышленность. То есть, если, например, импорт электроэнергии для населения отразится, что называется, на кошельке, то в случае с промышленностью, с энергоёмкой промышленностью, для неё, к сожалению, эта цена уже будет не подъём. Мы хотим избавиться от угольной генерации, если мы хотим иметь стабильную генерацию, атомная энергетика. Атомная энергетика, кроме того, что она абсолютно зелёная, она во всём мире признана зелёной, на уровне ООН признана зелёной, она ещё имеет несопоставимую ни с каким другим типом энергии эффективность. То есть, я вам могу сказать, что её эффективность оценивается в 90%. Далее члены республиканского штаба встретились с представителями бизнеса Бурабайского района. Как отметили предприниматели, они смотрят на вопрос строительства АЭС положительно и с большой надеждой. По их словам, в условиях энергетической недостаточности это шаг к сдерживанию тарифов. В первую очередь, для предпринимателей очень важен вопрос решения дефицита электроэнергии на производствах, потому что без решения данного вопроса не может стоять вопрос и о дальнейшем развитии, то есть о запуске новых производств. Казахстан является действительно урановой державой. По запасам мы находимся в тройке и по добыче мы находимся в тройке. Поэтому наше мнение на сегодняшний день, наша республика не должна оставаться сырьевым придатком, а должна обогащать мирный атом урана для повышения благосостояния. Введение в эксплуатацию атомного реактора дополнит роль Казахстана в качестве энергетической державы. Справедливо будет отметить, что страны мира с наличием АЭС характеризуются высокотехнологичным производством. На референдуме 6 октября каждый может внести свой вклад и сделать выбор в пользу будущего Казахстана.